Уважаемый сценарист, это, конечно, чистое недоразумение, но мы просили насыпать гравий, а не херануть тайфун. Друзья, всем привет, с вами самый сликий, самый адекватный обзор Гран-при Формулы 1. Япона мать, сколько же эпичных событий мы увидели. Кто эпичнее, просрет дубль. Неимоверное сражение между Феррари и Мерседесом. Прославленные коллективы соревновались в количестве ошибок и принятии неверных решений по тактике. Дубль могли взять и те, и эти, но не взяли ни эти, ни те. Вообще, уикенд выдался странный. Вроде тайфун, который как бы был, но его как бы и не было. Фальстарт, который как бы был, но его как бы и не было. Финальный круг, который, мать его, был, но его как бы и не было. И кубица. Он был, но его как бы и не было. Поэтому сегодня в минусах и плюсах не какие-то конкретные события, а скорее рассуждения об вот этом вот обо всем. Погнали. Японец проехал на родной трассе, на болиде с отечественным для него двигателем. И проехал неплохо. Он большой молодец. Но вот только наши подозрения о том, что в современном болиде Формулы-1 может спокойненько ехать любой более-менее профессионально подготовленный гонщик, подтвердились. Формулу-1 это не красит. Но и достижения науки Ямамото не уменьшает. Так что еще раз повторю. Молодец. Отмена субботы. Вы знаете, что-то в этом есть. Нас уже порядком утомили эти бесполезные пятницы, которые смотришь, 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 а выводы делать не надо. Конечно, квала и гонка в один день это уже слишком. Хотя Сайнс сказал, что не против. Но кто будет слушать этих гонщиков? В общем, вполне себе здравой идеей выглядит сокращение соревновательной части до двух дней. А пятницу можно отдать младшим формулам, гонкам поддержки и всяческим прикольностям. Я надеюсь, у Россо Брауна и Чейза Керри хватит яиц не вестись на спекуляции команд, а сделать новый регламент толковым, продуманным, учитывающим интересы многих, в том числе и зрителей. А команды? Идите нахрен. Ваше дело ездить, а не устраивать политические игры в и без того прогнившем мирке Формулы-1, где любую дырку затыкают бабками. На третьем месте победители. Да, сразу оба. И я сейчас не про Феррари, обладателей первого стартового ряда. Их победителями нынче могут назвать только самые отъявленные тифози, и то находясь в каком-то клиническом бреду. Я про победителей гонки. Каркары Часайса и финского кончика серебряных стрел Валеру Ботоса. Стоит отметить, что Ботос в обносках из-под Льюиса, да, вы же в курсе, что Валера ехал на старенькой машине Хэма. Тому построили новую, а эту вот, чтобы не выкидывать, ну отдали Валерчику. Так вот, Ботос весь уикенд смотрелся лучше Хэма. Он победил его в квалификации. И отлично стартовал град суррогатся Фетель. Слышь, Молчалин, у Сэба скоро раздвоение личности начнется. За какую команду он выступает? За Феррари или за Мерседес? Ну, а в остальном, да, это не был Ботос 2.0. Ну, обычный такой Ботос на машине Хэма. Вот, так что победителей не судят. А Карыч, да что Карыч? Самовозит малец как может. Напарничка потихоньку уму-разуму обучает. В общем, делает свою работу. На втором месте Албан, который проводит эту часть сезона более успешно, чем Тапок. Может, пора Максу вернуться в Тарахонду? Самое ироничное, что при этом Саня не блещет. Пока нет никаких подиумов, борьба кипит в основном с Макларонами. Но тут, чего не отнять, того не отнять. Пьер Гасли, понимая, что он в топ-команде, очень аккуратно действовал. Как врач. Главное не навредить. А вот доктор Албан, походу, доктор зло. Может, из-за этого Хельмут Марко его и любит. Саня, увидев, как юный волшебник Лехлер выкидывает с трассы Максима Йосовича, решил отомстить. Ну и отомстил. Кому смог. А смог он, так как его борьба кипит в основном только с Макларонами, соответственно, Норрису. При этом ни штрафов, ни баллов в лицензию. Фиг его знает. Все любят Албана. Он же лучше Ферстаппина. Но чисто по факту, братцы, многие же свои представления о расстановке сил составляют исключительно из турнирных таблиц. Все-таки в плюсиках побеждает настоящий, как мне кажется, победитель этой гонки. Воу-воу-воу, потише. Я попрошу сейчас болельщиков Хэмильтона немножко постыть. Все-таки это Денчик Рикьярда, братцы. У Ботаса самовоз из-под Хэма. У Сайнса, по сути, тоже самовоз группы Б. Макларены в последнее время вообще в своей лиге. И скорее сражаются в хвосте топ-команд, чем во главе среднячков. Именно поэтому победителем воображаемой нами группы Б я бы назвал Денчика. Он стартовал в шестнадцатом. И в отличие от Халка, великолепный старт ему не удался. Но потом Ден прорывался. Одним из последних поехал в бокс и снова прорывался. Там тому же Халку пришлось его тупо пропустить, взяв обещание, что Денчик пройдет перца. Пацан обещал, пацан сделал. Обогнал практически всех, кого можно было обогнать на рыношке. Что-то подобное пытался сделать и Квят. Но Даню почему-то передержали на трассе круга на два. В итоге он всех пропустил на своей изношенной резине. И потом обгонял не так резво, как надо было бы. Поэтому разница между ним и Денчиком столь велика. Квят даже не в очках, а Ден впереди всех. Ну почти. Для многих болельщиков гонка в Японии получилась печальной. Ну прежде всего потому, что болельщиков Феррари и Макса Ферстаппина дохренища больше, чем всех остальных вместе взятых. Но мы с вами копнем глубже. Не только Феррари обосрались. Не только Феррари обосрали гонку не только Ферстаппину. Так что обо всем плохом прошедшей неплохой гонке. Вот я честно не понимал и не понимаю. Ради чего? Машина нахрен разбита в квалификацию. Бедные подопечные Клэр Вильямс кое-как нашли ведро с болтами, которое кто-то выкинул. И собрали Роберту Кубицы новый болид. На котором он, выезжая из боксов, понимал, что если вообще удастся выехать, это уже успех. Вот я и не понимаю, к чему все это. Спонсоры поляка, видите ли, довольны. Они хотят, чтобы он ехал. Интересно, они гонки вообще смотрят? Или кто-то ушлый рядом стоит и говорит им, знаете, Кубица это вон тот чувак на серебристой машинке. На этот раз Роб проиграл Расселу целую вечность. Порой сливая с круга по 6-7 секунд. Это даже не GP2Engine, братцы. Нахрена нужна была эта гонка? Нахрена нужен был весь этот сезон? Тем более, что даже молодые перспективные пилоты все чаще нынче говорят. Нахрена нужен этот Вильямс? Уважаемый Майкл Масси, а был ли фальстарт? Нет. Все было в пределах нормы. В качестве примера можно привести такой же старт у Ботаса 2 года назад. У Ботаса стоял такой же датчик? Нет. У Ботаса датчик измерял время, а тут расстояние. Эмммм. Тогда при чем тут Ботас? Ой, что вы докопались? У нас тут проблем хуй в туче. Финиш раньше дали, Штайнер материнцы, тапок он обиделся. Докопались они, блядь. Рассуждать о необходимости штрафа в данной ситуации, мне кажется, бессмысленно. Наказывать пилота за фальстарт нужно только в том случае, если он извлек из этого выгоду. Ну реально, вот даже если Кубица, допустим, стартует на полчаса раньше всех. Ну за что его наказывать? Он же все равно позади Рассела приедет. А тут и подавно, что Кими в Сочи, что Фетель в Японии, гонщики больше сами пострадали из-за своей ошибки. Поэтому про штраф умолчим. А вот про удивительную способность четырехкратного в самый неподходящий и очень ответственный момент взять и вытворить что-нибудь эдакое, можем порассуждать. Да вот толку от этих рассуждений. Просто соль на душевные раны болельщиков Себа. Одно забавно, что уже вторую подряд гонку для Мерседеса выигрывает Себастьян Фетель. Надо вот все точно так же, только для Феррари. И тогда все наладится. Ведь далеко не все потеряно. Бумеранг судьбы. Если наблюдать за Формулой 1 достаточно долго, то можно заметить, что словарный запас Кими Райканина, как и количество побед в Феррари в этом сезоне, практически не растет. А еще можно заметить, как одно и то же, происходя периодически, имеет очень разные последствия. Вот Максим Йосович толкнул товарища Леклера в Австрии и выиграл. А Леклер толкнул тапка в Японии и проиграл. Еще и штраф получил. Но что до того самому Максу? Он ведь вообще сошел в этой гонке. Бумеранг судьбы к нему вернулся. Вообще, если честно, я рукоплескал. Нет, ну конечно я против такой борьбы. И Леклер виноват. И ай-яй-яй. Но ребятушки доказано, что юный волшебник явно колдует на стороне добра. Он единственный, кто дает понять Максиму, что все эти годы безбашенной обороны, конкретно сумасшедших атак со срезанием по обочине и, как многим кажется, харизматичного безумия, закончены. Нашла коса на камень. Еще Феттель в Сильверстоуне пытался как-то образумить неуступчивого голландца. Но Феттель, как всегда, немножечко ошибся. А вот Леклер действовал. Вроде правильно. Но надо помнить, что если ты борешься со злом методами зла, ты сам неизбежно становишься злом. Поэтому штраф, может быть, тут и не очень был нужен. Но он вполне заслуженный. Пусть Леклер помнит, что такая вот борьба – это не наш метод. А вот за тем, что весьма логично из наших предыдущих выводов, в Леклера вселились какие-то черти. Не знаю, как вам, а мне прямо слышался адский хохот из шлема, когда он искрил своим поломанным антикрылом, а потом запустил им прямо в хэма. Но бумеранг судьбы. Дело в том, что вот-вот шестикратному сия летающая гильотина снесла зеркало, чем лишила возможности великого и неповторимого любоваться собственным величием. И изредка поглядывать, как там дела у ущербных и пресмыкающихся позади. Так вот, непонятно по какой причине подобный девайс на машине Леклера тоже начал отваливаться. Юный пилот по неопытности решил подержать это зеркало просто рукой. А пилотировал в стиле все того же кубицы. Я, конечно, понимаю, что гонщики в пылу борьбы не всегда способны мыслить рационально. Но это было как-то совсем тупо. Ну, прикинь, молчален квят в Австралии. Когда у него из двигателя воздух начал выходить, взял бы и просто заткнул бы дырку пальцев. В общем, лишивший Хэма зеркала Леклер тоже лишился в итоге зеркала. Совпадение? Бумеранг судьбы. Не забывайте об этом, ребят. Второе место по минусам я обозначил как поддавки с тактикой. Слушайте, борьба лидеров в этом сезоне все больше напоминает какую-то наивную комедию. Ой, друзья, мы тут Вонсу случайно выиграли. Да ничего, это же ваша домашняя трасса. Мы же все равно остальные гонки возьмем. Упс, у нас как-то и в Сингапуре получилось. Неудобно вышло. Да не парьтесь, Сочи наша трасса, все равно мы там выиграем. Ну ладно, только вот у нас в Сочи пол. Правда, я как лидер, а я же еще лидер команды. Ну, в любом случае, я как лидер гонки хотя бы. В общем, вот вам победа. Ну, чего нарушать традиции? Очень любезно с вашей стороны. А вот вам, кстати, первый стартовый ряд в Японии. Не благодарите, мы же все равно на полсекунды медленнее. Ой, эти ваши шутки уже почти год так веселят. Давайте я хотя бы старт проиграю. Да и напарник мой обещал особо не стараться. Тем более, у него там запланирована встреча со старым приятелем. Вы так любезны, снова дарите нам победу. Ой, а что это Валера заскучал? Никак не участвует в нашей беседе. Люсек, ты пока пойди покури. А ты, Валер, присаживайся, присаживайся, прямо на место Хэма. Ну как, удобно? Только не привыкай. Эх, хороший сезон. Ну что, до встречи в Мексике. Да, увидимся. Сразимся, так сказать. Лишь бы тапок не пришел и не помешал нашей ожесточенной идиллии. И тут аплодисманы такие, как в мыльной опере, блин. Но серьезно, ребятушки, может хватит уже вот этих вот подарков. Ведь ни у одного у меня ощущение, что Ботосу тупо подарили победу. Ну что, Хэм не доехал бы до финиша на своем комплекте. В конце концов, можно было просто попросить Джеймса, и он бы все по-человечески объяснил. Я уверен, Хэм бы все понял и пропустил. И получился бы дубой. Нет. Раз уж дарим подарки, то и Фетелю за заслуги. Перед трехлучевой звездой надо подарить второе место. А борьба в конце. Ребят, вы точно думаете, что два многократных чемпиона мира на лучших болидах сезона сражаются на трассе именно вот так? Круто, с одной стороны, что хоть какая-то интрига. Ну так, блин, все театрально. Это не триллер, а мыльная опера какая-то. Круг-призрак. Он как бы был, но его как бы и не было. Уважаемый Майкл Масси, а скажите, как так получилось и... Убежал. Ладно, сами разберемся. Об этом очень мало информации, так как в журналистских кругах, дабы получать аккредитации на гонку, не очень принято рассказывать, как организаторы этих самых гонок лажают, мать его, по полной. По сравнению с потерянным кругом, даже старт Фетеля выглядит, блин, успехом. Вроде как у них там электроника посчитала на один круг меньше. Все бы ничего, но в этот момент ребятки, пусть и немного театрально, но боролись за второе место в гонке. И счастье организаторов, что не доборолись. А еще Сережа Перцев, решив, чем он хуже Ферстаппина, оттолкнувшись от Гасли, проследовал в направлении стены во втором повороте. Кстати, Гасли же штраф дали? Нет? Я ищу, когда результаты увидел, сразу подумал. А с каких это пор за приезд в стенку стали давать очки? Даже российские голоса Формулы-1 такого не ожидали. Они по привычке, как всегда, уткнулись в свои бумажки со статистикой и просрали весь хаос. Да, именно в этот момент Серега ценой своей гонки продвинул хозяина команды в очки. Оказалось, зря старался. Но это и к лучшему решил Строл Старший, ведь так очков у очка больше. Получается, мы тут всю гонку гадаем, сколько секунд дадут Леклеру. Какую неважную для себя позицию он займет. Парни бьются там за какие-то крохи с барского стола всю гонку. А у них тут хлоп и финиш пораньше. Это типа что, за переработку в воскресенье типа короткий день объявили? Вы что творите? На финише результаты одни, в итоге другие. Я даже не смог найти вот эту вот черную картинку с результатами, где было бы написано 52 круга из 53. Конечно, я понимаю, на розовое очко можно забить. Но что бы вы делали, если бы Хэм на этом последнем, ну вернее последнем-последнем круге обогнал бы Феттеля? Или Ботос, увидев сигнал на табло, замедлился и пропустил бы их обоих? Вот просто интересно. Это скажите спасибо, что Квят в очки в любом случае не попал. А то бы я так развонялся, что Жак Вильнёв показался бы вам сыном маминой подруги. Но самое поганое, это вот это вот интервью Майкла Масси, типа отвалите. Я ничего не знаю. Ну что, трудно выпустить какой-то релиз, все объяснить, извиниться. Переломитесь. Впрочем, товарища Масси понять можно. Для него этот уикенд стал каким-то сплошным фиаско. Всю неделю, блин, решают по поводу отмены субботы. В итоге ребятам приходится все разобрать в пятницу, а в воскресенье ночью все собрать обратно. Тут еще и наоки Ямамото, у которого недостаточно баллов на суперлицензию, должен поехать в практике. Недостаточно баллов. Ну должен уже. И тут на тебе, судьи. Оставляют инцидент Ликлер Ферстаппин без разбирательств. Ну потом получают какую-то новую информацию. И разбираются всю гонку. Масси просит Феррари зазвать Ликлера в боксы. Непонятно зачем. Ведь у судей есть специальный флаг, обязывающий пилота заехать на петлей. Феррари, естественно, кладут на всяческие просьбы. От машины Ликлера отваливается летающая гильотина. И мы за малым не получаем чемпиона мира посмертно. Тут согласен. Хала пипец как помогло. Затем сталкиваются Албан с Норрисом, и этого вообще никто не замечает. И тут финиш. На круг раньше. После которого сталкиваются Гасли и Перец, и в этом случае по-любому надо штрафовать Гасли. Но этого не происходит. Кстати, если Гасли по аналогии с Ликлером накинуть 5 секундочек, то он выпадет из десятки. И туда попадет Строл. И в тот момент, когда Майкл Масси одумался и отложил таки катану, который уже собирался сделать себе сипоку, на этот же самый стол упало заявление. На розовом листочке от некой команды, написанная дрожащей рукой Строла. Ну вот, теперь еще придется ковыряться в дерьме рыношников. Знаете, я прям вижу Майкла Масси под вечер в тот день с полупочатой бутылкой саке, развалившегося в кресле, и тут звонок. Жена. Ну что, дорогой, как прошел твой день? Друзья, я понимаю, что после всего этого, как и обзора, так и самой гонки, страсти кипят и будут кипеть. Болельщики тапка негодуют, ведь Максим пострадал ни за что. Уже многочисленные поклонники Ликлера не согласны со штрафом. А хейтеры в один голос твердят, вот видите, никакой он не волшебник. Хэм победил, упорно твердят хемофилы, но победил Ботос. А он что, в Формуле 1? Скажут некоторые. Братцы, нет у нас цели выяснять, кто прав, а кто конкретно виноват. Это гонки, херня случается с кем-то рано или поздно, с кем-то постоянно. Да и быть тут единого мнения не может. Когда сталкиваются два болида, кто бы ни был виноват, сталкиваются два болида. Когда побеждает один гонщик, побеждает один, а не вместе с теми, кто столкнулся, просрал старт или зачем-то поехал в бокс. Один. Просто примем это как данность и продолжим наблюдать за нашим любимым шоу. И не важно, согласны вы хотя бы с частью мнений этого обзора или полчаса твердили в экран, Витоз, ты не прав. Важно другое. Если вы получили свой заряд эмоций и хотя бы чуточку утолили жажду рассуждений обо всем вот этом вот, и если соглашаясь или ругаясь с ведущим вы не чувствовали себя одинокими, то по возможности не забудьте поддержать наш проект. Ссылки будут в описании и в закрепленном комментарии. Благодарности там же. Приходят гонщики Феррари к Маттио Бенотто после гонки. Ну, звездюлей получать. А тот сидит, довольный, денежки считает. Они ему Маттио, что такое? А он им, ты не спрашивайте, ребятки. Я тут сразу после квала и пошел, и ставочку на ботаса сделал. Один к восемнадцати коэффициент был. Я в бас не ошибся, ребятушки. Грация, как говорится, рога. Чуваки, там у Себа фальстарт, походу. Надо по компьютеру проверить. Кто-нибудь пароль помнит? Да, там то ли 52, то ли 53. Бля, ты что делаешь? Ты нам всю систему финиша навернул. Как теперь все назад поставить? Кто пароль от компьютера помнит? Ромка Грожан модельку склеил. Хотел ее ребятам показать. Но пока нес в боксы, разбил случайно. Мерседесы взяли шестой кубок конструкторов подряд. Это настолько обыденная новость, что даже в обзоре не прозвучало. Джордж, а ты молодец. Хорошую гонку провел. Стабильно, боевито. Ребят, я все это тысячу раз уже слышал. Лучше объясните мне, почему мы третий день сидим здесь в Японии и не едем домой. И правда, пора в аэропорт. Джордж, а ты посиди здесь еще немножко. Ну, дождись, когда Роберт гонку закончит. Я так устал, так устал, суду ложь и обман. Я звоню, говорю, как давно я тебя не видел. Ты расскажи мне, как ты сама. Ты расскажи, как твои дела. Так, Леклер выбил Перстапина. На первый взгляд в этом нет ничего такого, но если поразмыслить... Ребзя, там Албан выбил Норриса. Так вот, Леклер поступил довольно жестко. Может быть, его все-таки наказать? Ребзя, там Гасли выбил Периса. Это же Ферстапин. Надо бы Леклеру штраф все-таки дать. Вы как считаете, может быть, обсудим это дело? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У Сузуки нет плохой погоды. Всякая погода, благодать. Там в Террари могут, как уроды. Полпозишн тупо проедет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА От звуки вчерашней непогоды И второго номера печать Все свои падения и восходы Надо благодарно принимать Надо благодарно принимать Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok